Вопрос. Паломник имел близость с женой после того, как бросил камешки в джамрату л'Акаба, сбрил волосы на голове и вышел из-за храма, но до того, как совершил тавафу лифады. Верно ли его паломничество? Должен ли он совершить жертвоприношение? Если он должен совершить искупительные действия, то должен ли он совершить жертвоприношение в Мекке или может совершить его в любом месте и в любое время? Прошу вас разъяснить эти вопросы в свете доказательств из Корана и Сунны. Ответ. Хвала Аллаху. Если паломник имел половой акт с женой после первого частичного выхода из-за храма и до того, как совершил тавафу лифада, то это не нарушает его паломничество. Однако он совершил большой грех, в котором должен покаяться и за который должен просить прощения. Далее он должен выйти из-за предела заповедной территории, то есть на территорию дозволенную, и войти в храм снова, а после совершить тавафу лифада, тавафустремление. Также он должен принести в жертву овцу или барана, и ничего не поев из этого мяса, раздать это мясо беднякам заповедной территории. Если женщина также была в их храме и повиновалась своему мужу в этом половом акте, то все, что обязан совершить муж, обязана и она. Если же муж склонил ее к близости, но сама она была против, то в этом случае она ничего не обязана делать. В энциклопедии Пафику сказано, ученые единодушны, что половой акт после первого выхода из-за храма не нарушает паломничество. Однако они разногласили по поводу возмещения обязанности. Ханафиты, шафиты и амболиты считали, что в подобном случае паломник обязан принести в жертву барана. В подтверждение они сказали, это из-за легкости нарушения и из-за того, что выход из-за храма есть, хоть и неполный, не включающий в себя половой акт с женами. Имам Малик сказал, а также это является одним из мнений шафиитов и амболитов, что в этом случае паломник должен принести в жертву верблюда. Аль-Ба-Джи, говоря о причине этого, сказал, так как паломник, будучи в их храме, совершил большой грех. Малик и амболиты обязали также того, кто сделал это после первого выхода из-за храма и до совершения обхода Ифада покинуть заповедную территорию и совершить умру. Они опирались на слова Ибн Аббаса. Ханафиты и шафииты не видели это обязательно. Шейх Мухаммад ибн Ибрагим, да помилует его Аллах, сказал, половой акт после выхода из-за храма не нарушает хадж, будь это единичный хадж, хадж-улифрат, или совмещенный хадж, хадж-киран, но нарушает только Ихрам. То есть его тауаф Ифада не будет верным, пока паломник не покинет пределы заповедной территории и не войдет в Ихрам снова. И только после этого, будучи в правильном Ихраме, паломник въезжает в Мекку и совершает тауаф у Лифада. Также он должен принести в жертву барана. Жертвоприношение совершается на заповедной территории, а мясо раздается беднякам. Сам паломник не ест ни кусочка этого мяса. За жену также следует принести в жертву барана, если она подчинилась мужу и согласилась с его действиями. Если же она была против, то она ничего не должна. Шейху Ибн Усеймину, да помилует его Аллах, задали вопрос. Мужчина совершил половой акт до тауафа Ифада. Но он уже бросил камешки и сбрил волосы. Что он должен делать? Он ответил. Он должен только совершить жертвоприношение и раздать его мясо беднякам. Также он должен вновь войти в Ихрам, выйдя за пределы заповедной территории, чтобы совершить тауаф, будучи в Ихраме. Если он не вышел за пределы заповедной территории, чтобы войти в Ихрам, то мы надеемся, что его тауаф будет верным. Шейху Ибн Базу, да помилует его Аллах, задали вопрос. Паломник не совершил тауаф у Лифада, но уже вернулся в свою страну и имел близость с женой. Что он должен сделать? Он ответил, он должен покаяться Аллаху, субханаху и тааля. Также он должен принести в жертву животное и раздать его мясо беднякам Мекки. Он обязан вернуться и совершить тауаф у Лифада, потому что он имел близость с женой до того, как совершил тауаф у Лифада, чего делать нельзя. Поэтому он обязан совершить жертвоприношение.